Путь начали в обратном направлении. Будто бы школьник возвращается после урока в домой. Главный проверяющий Кристина, дочь активиста ОНФ. По проезжей части, где нет пешеходных тротуаров, затем узкая тропинка, которая во время дождей явно превращается в жижу, только цветочки. Можно добраться до школы и через овраг. По лестнице, без перил. Страшно даже взрослым. Нормально, люди так каждый день ходят. Ничего не случилось. Кристина, в отличие от взрослых, смело проходит все испытания. А иначе их и не назовешь. Впереди еще одна лестница. На этот раз металлическая, но от этого небезопаснее. Лестница в плохом состоянии или отсутствии перил, как в этом случае, не единственная опасность, поджидающая детей, которые каждый день ходят этой дорогой в школу. На всем пути следования. Практически свалка и много заброшенных или жилых зданий. Есть и другой путь в школу. Длиннее почти в два раза и при этом небезопаснее. Такие же нежилые постройки, тротуары есть не везде. Иногда приходится идти просто по проезжей части. Разметки на пешеходных переходах возле школы, кстати, тоже нет. Этот путь к знаниям действительно тернистый. Самая неприятная лестница. Самая первая, когда идет въезд. Страшно было? Да. А чего боялась? То, что упаду. Боятся за своих детей и родителей. В региональный штаб УНФ поступили более 40 сигналов от жителей области на дороги, которыми школьники ходят в образовательные учреждения. Мониторинг проведут по каждому обращению. Итоги направят местным властям. Проблема действительно большая. Сейчас темнеет рано. Школьники очень поздно приходят после занятий, после кружков и секций дома. Поэтому, как минимум, какие-то меры минимальные, например, уборка гаражей, оборудование проезжей части знаками, пешеходными переходами, или налаживание освещения мы можем попросить, и они могут это сделать достаточно быстро. В городе сообщили о проблеме в Запонском знают. Ситуацию обещают исправить. К сожалению, объемы финансирования работы у нас ограничены. Работы по восстановлению временного тротуара будут произведены до конца этого года. А вопрос строительства непосредственно ступенек в районе Оврага и Петли, где переход улицы Малоярославской улицы Неверов, планируем сделать в следующем году. А пока активисты ОНФ советуют взрослым проводить беседы с детьми о том, как обезопасить себя на улице. А если все-таки выбран короткий путь через Овраг – сопровождать школьников. Мария Шпакова, Александр Дудко, Новости губернии.